В чем же секрет их успеха? В чем же секрет их успеха? И когда я услышала свое имя, когда озвучивали результаты, это было очень неожиданно. А какое ты место заняла? Второе. Так и Егор Савенков занимается в школе ментальной арифметики всего два года. Но даже за такой непродолжительный срок ему удалось многому научиться. В свои восемь лет Егор хорошо показал себя на Олимпиаде и занял первое место. Это был прекрасный результат. Думали, ну, так сказать, съездит, покажет себя. А тут привез целый кубок. Восторг вообще просто великолепно все. Такой международный опыт для наших детей, он просто открывает для них перспективы. Они планируют уже следующие поездки, они пробуют свой английский, они пробуют общаться с международным сообществом, со своими сверстниками, с людьми старше. Они подходили, задавали вопросы, то есть сами регулировали все вот эти моменты. Кроме того, что вот они считают хорошо, они еще развивают целеустремленность свою, развивают умение добиться этой цели, спланировать дальнейшие шаги. Достичь высоких результатов ребятам удалось благодаря кропотливой работе на занятиях по программе ментальной арифметики и ЭМЭЙ. В мире инновационную малазийскую программу используют уже более 20 лет. Ее уникальность состоит в том, что она рассчитана не столько на отработку навыков счета, сколько на комплексное развитие ребенка. Во-первых, мозг начинает работать очень гармонично. Нагрузка на мозг очень правильно распределяется. То есть, если ребятишки приходят сначала, например, ребенок говорит, вот я запоминаю зрительно, хорошо, я когда слушаю, я плохо понимаю. Это меняется, им становится без разницы, слушают они или глазами воспринимают. То есть все вот эти вот анализаторы, они все работают, начинают вместе, слаженно. Дети меньше устают, потому что, опять же, нагрузка очень правильно распределяется. Такой усталости не наступает. Нет такого, что какие-то зоны постоянно работают, какие-то там где-то спят, нет. Психологический аспект очень важен. Занимаясь, они становятся спокойнее, они очень адекватно реагируют. Если что-то не получается, не получилось, они начинают сначала. Специалисты рекомендуют начинать заниматься ментальной арифметикой в возрасте от 4 до 12 лет, когда ребята наиболее восприимчивы ко всему новому и легко усваивают знания. Программа разделена на 11 образовательных ступеней. По окончании каждого уровня ребята получают сертификат международного образца, с которым они могут продолжить обучение в любой школе мира, работающей по программе EMA. Вся программа построена так, чтобы ребенок во всей своей жизни смог применять эти навыки. И не только в школьной, но и в обычной жизни. У нас есть определенные учебники, которые называются «Креативное мышление». Здесь дети учатся решать задачи, очень разные задачи. Учатся строить графики, то есть все то, что происходит на ментальной арифметике, абсолютно никак не идет в разрез со школы. Не так, что здесь они делают одно, в школе совершенно другое и не понимают, как это применить. 63 минус 21 плюс 11. 53. Следующий. 15 плюс 67 минус 18. 64. Отлично. Друзья удивляются, когда я вот так вот все быстро решаю практически за минуту. Все вообще лица вот такие удивленные делают. Тоже самая умная девочка в классе, Юля у нас. Задания, которые дети выполняют на занятиях, направлены на формирование пространственного воображения и логического мышления. Поэтому после начала обучения преподаватели и родители достаточно быстро замечают изменения в поведении детей. Я считаю ментально на уроке математики, и когда говорят число, которое нужно посчитать в столбиках, я сразу говорю ответ, все сразу удивляются. Быстро читать стала. Домашнее задание стала делать в два раза быстрее. Подготовка к Олимпиаде в Малайзии длилась около полугода. И за это время ребята заметно улучшили свои навыки мышления. Так что же стало залогом их успеха? Первое – это, конечно, старательность детей. Второе – что родители к этому относятся серьезно. От родителей очень много зависит, как ребенок относится к той или иной деятельности своей. И, конечно, у нас очень грамотные педагоги. Ура, Мегария!